Молниеносная свадьба Мюрата и Баде вызывает землетрясение в особняке. Тот факт, что Эсма и Гарип до сих пор встречаются, вызывает напряжение как у молодоженов, так и у окружающих. Джан, который становится более амбициозным из-за боли бегум, преследует Фарука. Даже решение о разводе Адама и Дилары принимается через Фарука. Узнав, что Сюрея беременна, Эмир принимает решение, которое всех расстроит. Если Фекрет найдет письма, это нарушит все балансы. Разбитые сердца причиняют боль. Молниеносный брак Баде и Мюрата приводит к тому, что в особняк попадает молния. На каждое слово госпожи Эсма отвечает ссылка на ее отношение с Гарипом. Баде также не успевает за этими изменениями. Нургуль также оказывается посередине и злится на Баде за то, что тот растоптал ее. Он думает о том, чтобы покинуть особняк. Сюрея же говорит о своем желании отвезти Нургуль и Мустафу, которые уже в плохом настроении, в дом, где они планируют встретиться с Фаруком. Чтобы убедить женщину, Фарук говорит ей, что Сюрея беременна, хотя она этого не хочет. Госпожа Эсма, которая слышит разговор Нургуль, также будет проинформирована. Госпожа Эсма объявляет об этом на Ужине, куда она приглашает всех, поскольку в особняке уже давно не было хороших новостей. На этот раз Фаруку пришлось, он также должен рассказать Эмиру. Эмир хочет провести в школе презентацию о своей матери на женский день. Сразу после рассказа о своей матери он публично обвиняет Сюрею в том, что она помешала ее родителям воссоединиться, да еще и в смерти ее матери, которая была опечалена их невозможностью объединиться. Сюрея очень грустит, вечером он приятно беседует с ребенком. Фекрет не может увидеть своего ребенка. Насколько он счастлив с Исрой, настолько же он скучает по дочери. Ипик делает еще один шаг и зовет сумасшедшего брата Исры домой. Он объясняет все преувеличенно и искаженно, вводит человека в заблуждение и отправляет его к Исре. Эсма идет к Гарипу, который собирается вместе поехать в отпуск, и говорит ему, что они не могут быть вместе из-за детей. Гарипу становится очень грустно, он решает сдать свои дела и уйти, чтобы держаться подальше от женщины. Собираясь выйти из дома, он отправляет Исме последнее сообщение, батарея его телефона разряжается, у мужчины случается сердечный приступ, и он падает на землю. Джан, который уже злился на Фарука, теперь злится и на Бигюм. Он составляет для Адама план покончить с баранами. Конечно, это план, который они поставили на Фикрета, самое слабое и проблемное звено баранов. Фикрета планируют обмануть по поводу грузовых авиаперевозок, развалить компанию и понемногу начинают им манипулировать. Даже может, он даже использует тот факт, что Дилара одолжила деньги у Фарука и вернула ему деньги за музыкальную школу, чтобы спровоцировать Адама против Фарука. Пока Адам и Джан пьют в таверне, к ним приходит знакомый им человек. Адам потрясен, когда видит его. Мужчина приходит в компанию и просит отмыть немного денег. Когда Адам, который в долгу перед этим человеком, все еще не хочет участвовать в преступлении, он угрожает ему Диларой. Адам беспомощно соглашается. Последним предательством Фикрета является письмо, принадлежащее его отцу, которое он едва крадет из ящика матери. Когда он отнес письмо Адаму, что его отец Февзи хотел дать ему фамилию Баран, он понимает, что позаботится о матери и о себе, но мать не хочет этого делать, заведя их в тупик, и он переживает самое большое потрясение из всех. Ипик покидает особняк. В последней серии Сурея потеряла сознание о том, что она беременна, она узнала в больнице, куда попала. Она немедленно идет к своему врачу, потому что боится, что этот уйдет, как и ее первый ребенок, у которого случился выкидыш. Она узнает, что находится на третьей неделе беременности. Они решают никому не рассказывать, пока не пройдут первые три месяца. Конечно, упоминаются Делара и Санем. Они также прыгают от радости, когда слышат это. Он старается держаться подальше от стресса, как делал бы это, когда происходит так много событий. Делара получает протокол о разводе. Женщина не показывает своей печали двум беременным подругам. Однако, прочитав вечером протокол, он видит, что Адам попросил у него денег на музыкальную школу. В тот день Адам также пошел к своему психологу, он услышал, что тот его не любит, и не поверил тем, кто хотел его любить. Вечером, пока он сидит дома пьяный, к нему приходит Делара, изрыгает на него свою печаль и злобу, и уходит. Фарук же встречается с Акифом и темным человеком из прошлого Адама. После того, как Адам стал для этого человека как сын, он пожаловался на этого человека, это стало причиной того, что он попал в тюрьму. Находясь внутри, мужчина взял много денег и убежал. Мужчина сразу говорит, скажи мне, где Адам, и я убью его. Фарук шантажирует этого человека и просит его попросить Адама сделать что-нибудь незаконное. Мужчина вынужден согласиться. Ипик же отправляет детектива за мужем. В день рождения Фикрета он фотографирует себя за ужином с девушкой. В тот же вечер она собирает всех в особняке и сообщает, что Фикрет, ничего не подозревая, не придет, потому что хочет быть со своей любовницей. После этого запланированного переезда Ипика в особняке разразился настоящий ад. Отец Ипика очень злится, забирает дочь и внука и уходит. Фикрет грустит, потому что расстался с дочерью. Когда Мюрат, который сказал, что женится на Баде за завтраком, уходит, Эсма очень резко разговаривает с Нургуль. Эти слова расстраивают женщину, воспитавшую Баде, и она отправляет Баде к своей тете в Мерзефон. Мурат не может этого переварить и блокирует автобус девушки. Он разговаривает с девушкой. Через три дня он приходит в особняк и говорит, мы поженились. Все в шоке. Сурея беременна. Сурея и Фарук рады неожиданным новостям о беременности. Имир переживает трудный период, потому что он не может смириться с потерей матери. По этой причине Фарук и Сурея решают на время скрыть новость о беременности. Решение Мюрата и Баде пожениться вызывает бурную реакцию в особняке. Адам решает подать на развод с Деларой, в любви которой он постоянно сомневается. Ипик же продолжает свои игры, чтобы избежать развода с Фикретом. Он готовит семье сюрприз на день рождения Фикрета. Настоящий сюрприз преподнесут Мюрат и Баде. Сурея ждут трудные дни. После смерти Бегюм ничто уже не будет прежним. Боль, которую испытывает Эмир, также глубоко влияет на его связь с Суреей. Сурея находится в начале трудного периода. Хотя Джану трудно справиться с болью Бегюм, он в гневе принимает меры против Фарука. Когда Эпик не получает того внимания, которого она ожидает от Исмы, она очень злится. В то время как Эсма пытается оставаться сильной, несмотря на все произошедшее, Сирена не оставляет атмосферу бездействующей. Речь Исмы перед семьей о том, что все пройдет, прерывается болезненным криком. Семья Баран находится на грани распада. В конце последней серии Бегюм не может пережить перенесенную операцию. Всем, кто это слышит, очень грустно. Сурея старается не приближаться к ребенку, чтобы не вызвать реакции. Пока Бегюм была жива, она рассказала женщине все о своем сыне, он доверил это ему. Эпик своим обычным эгоизмом разрушила помолвку Османа, он даже хочет украсть роль умертвый Бегум. Когда госпожа Эсма обвиняет его в грубости и говорит ему брать в пример Сурею, он выходит из-под контроля. Он создает разлад между своей невесткой и тещей, показывая Сурее фотографии, которые Эсма получила от детектива, который ранее следил за Суреей. Госпожа Эсма занимается всеми соболезнованиями, маулидами и благотворительной деятельностью.